Да, следующему блоку. И говорить мы сейчас будем об оценке. И я хочу предоставить слово следующему эксперту нашей школы. Это Елена Малицкая, президент Сибирского центра поддержки общественных инициатив. Да, вот Елена уже с нами. Елен, мы вот сегодня говорили про экспертизу заявок с утра, потом долго рассуждали про работу с заявителями, потом обсуждали тему мониторинга и говорили, что мониторинг подготавливает данные к оценке и дает данные для того, чтобы потом можно было сделать оценку. Ну и я хочу передать слово сейчас тебе, потому что мне кажется, что очень важная часть, которую нам надо обсудить, это вопросы оценки. Я знаю, что ты специалист, ты входишь в ассоциацию специалистов по оценке проектов и программ, имеешь огромный опыт личный в проведении оценки разных грантовых конкурсов. Лена, тебе слово. Спасибо, Марина. Меня хорошо слышно? Да, все хорошо. Спасибо, дорогие коллеги. В общем, конечно, у меня такая не очень благодарная роль, вот, говорить про оценку. Слово оценка вообще все воспринимают. Ну ладно, мне кажется, самое интересное стало. Самое сладкое и вкусное. Лена, ну что вам? Это же оно. Ну, не знаю, очень часто все равно люди так воспринимают слово оценка и сразу, как будто ты в школе, какую тебе оценочку поставят. И, конечно, всегда это ассоциируется, что это вот прям будет что-то или очень сложное, непонятно, каким результатом ты ведет. И поэтому, в общем, я попыталась подготовить свою презентацию именно с точки зрения того, чтобы вам просто можно было бы попытаться как бы облегчить жизнь и все-таки как внедрять оценку, но и не бояться ее, вернее, внедрять, несмотря на те, может быть, сложности, которые действительно существуют с понятием оценки. И с тем, что вообще считается, что это такое очень профессиональное и очень трудозатратное, денежно-затратное мероприятие. Ну, давайте я немножко начну все равно с нашей презентации. О, Господи, извините. Демонстрация экрана. Я нажала демонстрацию экрана, только почему у меня нет... У нас, возможно, бывает маленькая техническая замена. Да, бывает. Приключения. Да. Сама презентация открыта должна быть. Она у меня была открыта. Она открыта. Так. Паш, можно вас на секунду? Да. Сейчас все откроем. Почему он не берет? Презентация открыта, демонстрация открыта. Она у меня открыта. Секунду, извините. Ну, я все равно, в общем, хочу начать с того, что... Спасибо, Павел. Все получилось. Ну, в общем, смотрите, вы... Паш. Итак, я прошу прощения за технические... Это я тут тоже прибежала совсем недавно. Ну, насколько я понимаю, то, что я вчера смотрела, и я очень надеюсь, что большинство участников участвовали, не вернее, не вчера, а 23-го числа, вы вообще, ну, вот, говорили, как организуется конкурс, какие документы готовятся, какие проводятся работы. Сейчас вы вот только что говорили про мониторинг. Марина только закончила перед этим говорить. Я хочу вам просто напомнить, какие виды оценочной деятельности вы вообще использовали для того, чтобы организовать или провести конкурс. Ну, в том числе про то, что очень важную вещь, вот, по-моему, вот 23-го числа Эльвира Алиниченко говорила. Вы сначала оцениваете потребности, зачем вам этот конкурс, на какой территории, и Светлана Рубашкина про это говорила, зачем вы хотите проводить этот конкурс, почему вы выбрали именно конкурс, чего мы хотим достичь, вы формулируете цели своего конкурса и, соответственно, те результаты, которые вы хотите получить. Получают потом, идет экспертиза заявок. Вы организовали определенный процесс. Экспертиза заявок – довольно специальная деятельность, которая очень сильно, ну, на мой взгляд, отличается от многих видов оценочной деятельности. То есть она более так, ну, как бы я бы сказала, регламентирована, она более приспособлена для того, чтобы в ней участвовали люди, которые не являются, может быть, исследователями, а которые хорошо знают проектную деятельность и понимают условия конкурса. Вот Марина говорила про мониторинг. Ну, на мой взгляд, здесь, опять же, есть еще в процессе, как бы, вот, реализации конкурса, есть разный тип мониторинга, да, то есть есть мониторинг самого конкурса, как он проходит, выполняем ли мы все действия, которые запланированы. Ну, условно говоря, мы распространили информацию, мы получили ожидаемое количество заявок, мы получили, например, или поддержали какое-то количество проектов. То есть как мы взаимодействуем, как мы управляем конкурсом. И есть, конечно, мониторинг, который очень часто связан именно с мониторингом с объем проектов. И достигают ли эти проекты результатов, что происходит у грантополучателей, и вы, соответственно, ведете как бы два типа мониторинга. Если вы даже выстраиваете систему соответствующих, ну, как бы, показателей, то вы будете все равно ориентироваться и на мониторинг тех действий и тех финансовых средств, которые вы там, например, вкладываете. Ну, и в самом конце идет оценка результатов самого конкурса, ну, и отложенная оценка влияния конкурса. То есть, если честно, можем говорить сразу, что оценкой влияния конкурса занимается не такое большое количество доноров, чаще всего все останавливаются на оценке результатов конкурса. Но, вот давайте мы вообще вспомним, что такое оценка программ. Оценка есть определение достоинства или ценности, цель оценки измерения результатов программы, оценка это системный путь к улучшению программы, предоставлению информации, это систематический сбор информации о деятельности, и все это делается для того, чтобы вынести суждение о программе, повысить эффективность программы и разработать планы на будущее. Вот если мы вернемся к тем видам оценки и вообще к логике того, что вы обсуждали, как организуется конкурс, то фактически, на мой взгляд, если мы заменим слово программы или проект словом, что такое оценка конкурса, вы фактически получите то же самое определение. С этого, конечно, в том числе будет следовать и то, что, на мой взгляд, фактически можно было бы сделать некоторые выводы. Ну, к выводам мы сейчас вернемся. Ну, вот смотрите, модель проекта или конкурса. Это ваши действия, какие непосредственные результаты ваших действий, потом, что такое результат и влияние. То есть то, про что мы с вами фактически говорили. То есть мы мониторим и сначала смотрим, какие у нас были действия, потом мониторим, какие непосредственные результаты, каким непосредственным результатом действие это привело. Мы получаем некоторый результат проекта или конкурса, и потом мы можем оценить его социальный эффект. То есть это вот некоторая такая цепочка результатов. Но понятно, что на результаты конкурса и на социальные эффекты может влиять и внешнее окружение. То есть если мы здесь выстраиваем причину-следственную связь, мы должны понимать, что некоторые внешние факторы, они могут оказать влияние. Ну, например, пример сегодняшнего дня. Многие, наверное, из вас, несмотря на то, что вы хотите и будете, может быть, организовывать конкурсы, являются, например, получателями средств фонда президентских грантов. Вот мы все получили, условно говоря, проект еще даже, может быть, на 2020 год. И тут у нас случилась пандемия. И это, конечно, внешний фактор, который в том числе влияет сейчас и на те проекты, которые мы выполняем, то есть это в будущем могли бы быть ваши грантополучатели, и на проведение самого конкурса фонда президентских грантов. То есть что делал сейчас фонд президентских грантов? Он, во-первых, разрешал грантополучателям переводить многие свои ситуации в онлайн-события. Он разрешал, соответственно, переносить троки даже выполнения проектов, удлинять их и все эти остальные. То есть понятно, что на вот эти все непосредственные результаты действий, результаты проектов или конкурса и на влияние будут влиять и внешние факторы. Соответственно, здесь что мы еще можем посмотреть? Какие были запланированные результаты, не запланированные, положительные и отрицательные. То есть это как раз будет связано именно с оценкой конкурса и с оценкой влияния конкурса. Поэтому вывод номер один для меня, что к оценке конкурса нужно также относиться, как к любой оценке проекта, или это может являться, если конкурс является составной частью какой-то определенной благотворительной программы, то, соответственно, относиться к ней как к оценке части программы. Ну, например, я думаю, вот, не знаю, правильно это будет или неправильно говорить, или обращаться. Ну, вот фонд Потанина сейчас провел, в общем, в условиях пандемии, среагировал на ситуацию и провел определенные конкурсы. Но поскольку фонд развивает устойчивость некоммерческого сектора через такой инструмент, как целевые капиталы, наверное, конкурс, который был связан с поддержкой некоммерческих организаций и их возможностью формирования тех же целевых капиталов, будет являться, может, вернее, являться составной оценкой части, например, программы, если фонд Потанина будет рано или поздно оценивать в том числе свою программу по поддержке стоя НКО и формированию целевых капиталов. Итак, дальше. Соответственно, на что оценка нам помогает получить ответ? Конечно, оценка конкурса, она вам поможет понять, вообще, достигнута цель конкурса или нет. Каковы результаты конкурса, запланированные или не запланированные? Какие у вас получились социальные эффекты? Какой вклад конкурса в решение социальной проблемы? В какой мере происходящие изменения, вызванные проведением конкурса? Вот, знаете, наш опыт показывал, когда мы организовывали такой у нас был грантовый конкурс, как фактически маленькие проекты, которые мы поддерживали ежемесячно для некоммерческих организаций, они были очень маленькие и фактически для нас была не столько важна именно текущая и проектная такая деятельность некоммерческих организаций, и это было еще там, знаете, 96-й, 98-й, 99-й год. Сколько нам было важно получить именно то, чтобы внедрялась культура, скажем, работы с целевыми средствами, чтобы грантополучатели учились составлять заявки, предоставлять эти заявки, чтобы они учились в проектной культуре, чтобы они могли фактически хорошо и нормально прозрачно отчитываться. И поэтому мы здесь бы, может быть, не столько бы оценивали с точки зрения, какой был бы эффект от наших этих конкурсов на то, что сколько мы поддержали проектов, но мы бы, конечно, еще точно совершенно смотрели, повысилась ли у нас проектная культура, повысилась ли у нас, ну, скажем так, отчетность, вернее, привычка к отчетности наших грантополучателей. Вот я думаю, что если мы, опять же, возьмем там современность, в общем, фунт президентских грантов ведь тоже фактически ставит для себя цель не только просто поддержать некоммерческий сектор Российской Федерации, ну, и ставит своей целью продвинуть идеи прозрачности, подотчетности, умение отчитываться и внедрять в своих проектах систему мониторинга и все остальное. Поэтому мы, конечно, при оценке конкурса будем смотреть еще и на такие цели, которые, может быть, мы не особо даже публично озвучиваем. Но в то же время, если мы будем оценивать влияние, мы будем понимать, что на такие навыки, например, грантополучателей могли оказать влияние и совершенно другие вещи, и другие проекты, и другая поддержка. И поэтому вот те вопросы, которые, вернее, ответы, на которые мы хотели бы получить, это вот первые три, они будут касаться оценки конкурса, а последние два предназначаются для оценки влияния. Значит, как вообще и для чего нам нужны ответы на эти вопросы? Ну, во-первых, мы очень часто не имеем собственных средств, вот, и очень часто мы администрируем чьи-то конкурсы. Понятно, что все-таки, ну, или даже если крупный фонд, если он, например, учрежден как частным лицом, ну, например, как фонд Тимченко, например, то есть ему нужна оценка его конкурсов для отчетности перед финансирующей организацией. То есть, чтобы обосновать, что этот конкурс был нужен, важен, и что он привел к определенным тем результатам запланированным и к достижению этих целей, которые мы предполагали. Для выявления хороших практик, для разработки замыслов будущих конкурсов. И вот это очень важно. Вот Эльвира Лениченко в первый день как раз школы, она очень говорила, что мы вот сдизайнировали определенным образом конкурс, да, потом нам нужно обязательно в самом конце посмотреть, правильно ли был придуман дизайн, правильно ли мы сделали замысел того конкурса, который мы, например, провели. И это может быть как раз связано еще именно с тем, что мы спланируем будущий конкурс, поэтому нам обязательно нужно понять, какой замысел следующего конкурса у нас будет, и его можно как раз строить на оценке конкурса, который мы уже провели. И, конечно, для формирования стратегии. То есть я считаю, что это очень важно, потому что, как мы уже здесь и очень часто звучало, конкурс – это фактически только механизм, инструмент для того, чтобы нам каким-то образом достичь тех целей, которые мы перед собой ставим. Это ставит или государство, или крупная ограничивающая организация, или, может, даже маленький фонд местного сообщества или бизнес, который организует определенный конкурс. Я хотела бы здесь просто сказать еще раз, ой, извините. Вот мы поставили в преддверии проведения конкурса какую-то цель, получили какой-то результат. Соответственно, и были какие-то внешние факторы. И что здесь нам важно понять? Что мы должны для себя выстроить причинно-следственную связь между целью и теми действиями, которые привели к достижению нашей цели и результату. Но хронология событий не всегда подтверждает причинно-следственную связь. Или ее нужно очень хорошо учитывать. Вот вы знаете, это очень такая смешная вещь происходила, когда у нас, по-моему, впервые появилась государственная программа поддержки материнским капиталом. Вот. То есть ее объявили, и через 6 месяцев, в общем, уже в нашем государстве попытались некоторые чиновники отчитаться и сказать, что к очень хорошим результатам привела программа в поддержке материнским капиталом семей, потому что количество рождений детей через 6 месяцев очень сильно увеличилось. Поэтому мы здесь, в общем, просто если мы берем последовательные события, мы должны понимать, что это не... Я не думаю, что причина была именно в программе государственной поддержки именно материнских капиталов, а как раз, может быть, просто случилось что-то другое, какие-то другие внешние факторы оказали позитивное влияние на этот результат. А с какими сложностями можно столкнуться? Это как раз отсутствие или не вполне корректная формулировка целей конкурса. То есть если, условно говоря, мы скажем, что вот наш конкурс поддерживает развитие или патриотизма, или еще что-нибудь, в общем, так же, как и с целями программы и проекта. Мы можем столкнуться, что цель поддержать мир во всем мире, и это довольно сложно нам будет потом оценивать, достигли ли мы этих целей. Не так просто получить данные для вынесения суждения о тех фактически достигнутых результатах, которые, например, мы могли получить во время конкурса. Ну вот, скажем, о чем мы можем говорить. Значит, ну, если, например, мы возьмем, опять же, фонд президентских грантов, ну, осмотрим те, как бы, то есть будем предполагать, что этот, что фонд своими конкурсами влияет на то, что повышается, ну, как бы, некоторый вклад социально ориентированных некоммерческих организаций в развитие и вообще социальной сферы, да. Ну, наверное, нам не так просто будет из того всего пола этих данных получить, ну, как бы, некоторые суждения о том, что именно этот конкурс влияет на эти, достижения этих результатов. Ну, соответственно, действительно, наличие внешних факторов, которые могут повлиять на результаты положительные и отрицательные, и необходимость определения степени влияния именно конкурса, а не только, например, каких-то еще, например, или двух конкурсов. Ну, мы сейчас почти все сталкиваемся с ситуацией, что наши государственные органы, они тоже ведь сейчас очень многие проводят конкурсы, поддерживают конкурсы социально ориентированных некоммерческих организаций, и если они начнут потом через некоторое время даже смотреть, имела ли, какая была степень влияния именно их конкурса на поддержку НКО, например, в условиях пандемии, довольно сложно нам нужно здесь будет отделить от, например, конкурса фонда президентских грантов или от программы школы филантропии фонда Патани. Итак, в самом общем виде нам нужно понять, что изменилось после реализации конкурса в интересующей нас сфере и в какой степени эти изменения связаны именно с конкурсом. И здесь нам нужно выстроить как раз причинно-следственную связь. И обычно в причинно-следственных связях применяются два подхода. Это подход, основанный на сравнении, это так называемый эксперимент. Ну, вы знаете, прекрасно, что экспериментный вид, ну, очень часто сейчас, ну, как бы, вернее, применяется в медицине. И сейчас мы, соответственно, вот, ну, даже, ну, как, то есть получается, вот сейчас испытывают вакцину, да, от коронавируса. То есть это используют, вернее, вакцина испытывается на основе вот именно эксперимента, когда мы, соответственно, смотрим то, что определенную группу, которая получает фактически плацебо, да, вот, и вторая группа, которая действительно получает вакцину. Или просто та группа, которая не получает, и люди, а чаще всего должны быть одного, ну, то есть определенной степени здоровья, определенного возраста и всякие такие вот вещи. Обычно все-таки в социальных вещах довольно трудно использовать этот подход поэкспериментальный именно потому, что у нас, ну, довольно сложно рассмотреть такую ситуацию, ну, как бы, абсолютно идентичность. Вот. Поэтому, например, даже проведение просто какой-то государственной программы по поддержке специально ориентированных некоммерческих организаций и бизнесом, например, и государственными органами будет абсолютно разной, там, например, в Сибири и на юге, потому что мы должны смотреть и уровень развития этих некоммерческих организаций, и, ну, как бы, само, сами условия проведения конкурса. Поэтому чаще всего применяется изучение цепочек событий или так называемое раскрытие черного ящика. Когда мы выстраиваем, вот, это было, было произведено такое действие, это привело к таким-то результатам. Эти результаты, как они потом, ну, как бы, как изжили эти результаты, сколько они, сколько они жили и каким изменениям в сообществе или в обществе они привели. Ну, вот я не зря там даже, может быть, сегодня в начале дня говорила про то, что все-таки оценка, и мы не зря я вам приводила именно то, что, ну, как бы, определение оценки. Нам все равно для оценки результатов конкурса нужно все-таки понять, что именно вы хотите узнать с результатов, и самое главное, зачем вам это нужно. Потому что, вот, Марина уже тоже упоминала в своей презентации, вот если мы там хотим собрать кучу информации, даже с системой мониторинга, нам важно понимать, зачем и как мы потом будем использовать эту информацию. Поэтому, поскольку мониторинг, в принципе, и то, что Марина сказала, важная составляющая, в том числе для оценки конкурса, нам нужно все-таки понять, зачем нам нужны эти результаты. Поэтому нам нужно сформулировать вопросы, на которые мы хотим получить ответ, четко определить ожидаемые результаты на стадии проектирования конкурса. Ну, а если она все-таки, ее цель была сформулирована не очень, то есть, то нужно провести некоторую, во время оценки, некоторую реконструкцию, зачем мы это сделали. И собирать информацию о происходящих изменениях. Ну, еще раз возвращаемся к тому, что нужно обосновать причинно-кредственную связь между конкурсом и наблюдаемым изменением, и определить степень влияния самого конкурса. Вот еще раз про то, что я, про что я говорила в самом начале. Оценку очень часто воспринимают как вот просто оценку нашей работы, и чаще не видят, в общем, некоторую функцию контроля. Так вот, на наш взгляд, оценка все-таки ближе стоит не к оценке, не к контролю, а к получению некоторого нового знания о том, что происходит в нашей любимой социальной сфере и что, какими действиями, каким результатом мы привели для того, чтобы нам потом принять некоторые управленческие решения. А контроль, это чаще всего инспекция, аудит. Я, конечно, понимаю, что у нас, ну, может быть, менталитет такой, что мы всегда, может быть, даже это у нас и в школе закладывается, что, в общем, фактически слово оценка, оно как раз связано именно с тем, что, а, как мы нас оценили, и, соответственно, каким чаще всего контрольным или надзорным последствиям это приводит. Получил двоечку, ну, соответственно, будут тебя ругать папа и мама, да. А никто не будет, может быть, анализировать, почему ты получил эту двоечку. И чаще всего нас все-таки действительно проверяют на некоторое соответственное соответствие и выявление предотвращения нарушений. И мне кажется, что здесь вот действительно очень важные были замечания по мониторингу, да, что мы должны в конечном счете, когда мы проводим мониторинг, все-таки думать о том, что наши грантополучатели имеют право на ошибку, так же, как, наверное, и мы частично имеем право на ошибку. Вот, поэтому вывод два, оценка всегда проводится для принятия управленческих решений, а не для функций аудита и инспекции. Это все-таки не проверка. Ну, и еще раз важные вещи, Марина про них уже сказала. Очень часто возникают вопросы, что поскольку оценка дорогостоящая такая вещь, то кто может ее проводить? Нужны это специально обученные люди? Можно ли использовать какие-то не совсем такие научные и исследовательские подходы? Вот я могу вам сказать, что все-таки, если вы проводите, ну, как бы, конкурс, провели его только раз, наверное, можно, в общем, воспользоваться. Если у вас все-таки в организации есть люди, которые обладают навыками проведения мониторинга и оценки, то, в принципе, можно поговорить и с ними, можно привлечь некоторых грантополучателей к тому, чтобы понять, что происходило с конкурсом, использовать результаты мониторинга. И здесь могут использоваться разные методы эмпирической, индикаторной или экспертной оценки. Но в любом случае это должно быть запланировано. И в любом случае это можно провести какие-то встречи, я говорю, с экспертами, с грантополучателями, но в любом случае мы должны понимать, что это на этом потребуется тратить время. Вот, и зачастую, ну, определенные трудозатраты нужно нести. Ну, и, может быть, потребуется, ну, как бы, все равно финансово. Хотя можно сейчас в онлайн перейти и спросить грантополучателей в онлайн, какие уроки они извлекли и какие результаты проекта они получили. Ну, вот оценку влияния, во-первых, ее нужно, конечно, проводить через некоторое время после того, как конкурс состоялся. И, конечно, лучше ее проводить независимыми специалистами, которые на основе эмпирических данных все-таки попробуют действительно учесть, что и понять, какое именно влияние оказал конкурс или, может быть, несколько ваших конкурсов. И это тоже должно быть запланировано. И, конечно, это будет иметь большую стоимость временную, трудозатратную или финансовую. Ну, если честно, это все равно зачастую бывает иллюзия, что это очень дорого стоит. Вот. Ну, я тут сказала, по-моему, последний раз мы для бизнес-организации в 2016 году проводили фактически оценку некоторого влияния конкурса. И я могу сказать, честно, что не могу сказать, что это стоило уж прям совсем бешеных денег по сравнению с тем, что этот бизнес вложил на этой территории. Вот. Все. Поэтому вывод 3. А, еще вот важный момент, наверное, да. Я мало, в принципе, про это говорила, и насколько я понимаю, мне надо заканчивать. Оценка конкурса все-таки не является суммой оценок поддержанных и профинансированных проектов. Имейте это в виду, потому что конкурс вы будете рассматривать по разным параметрам. Вы должны понимать, что вы, возвращаясь к тому, что мы говорили, что у вашего конкурса была цель, вы должны были получить какой-то результат, а те проекты, которые вы поддержали и профинансировали, конечно, да, там будет часть, войдет в результаты вашего конкурса. Но все-таки это не будет прямой суммой этих поддержанных и профинансированных проектов. Если вы хотели, например, своим конкурсом поддержать определенные социальные инновации, может быть, вы хотели сначала их разбудить, по-моему, мы про это уже говорили тоже в первый день, то, в общем, результат вашего конкурса по социальным инновациям не будет являться суммой тех социальных инноваций, которые были созданы в рамках поддержанного вами проекта. По-моему, у меня все. Да, и я единственное, что на презентации этого нет, я хотела бы обратить ваше внимание, что все-таки про оценку вы можете почитать на сайте специалистов по оценке, на сайте Ассоциации АСОП, Ассоциации специалистов по оценке политик и программ России, на сайте eval.info345, вот, и, соответственно, ну, кое-что, наверное, есть и на NGO Garant, наверное, да, у Марины по оценке, ну, и в том числе на сайте нашей организации CISC.ru, и, может быть, там вы найдете интересные для себя проекты. Еще хотела бы здесь публично тоже сказать, что моя презентация сделана на основе материалов, которые готовила компания процессов консалтинг, наверное, это у нас такая очень специализированная, как раз только в оценке коммерческой организации, и на основе тех материалов, которые делал Алексей Кузьмин. Ну, вот, спасибо. Большое спасибо, Лена. Ну, вот, мне кажется, что финальный слайд очень хорош. То есть может оказаться так, что все проекты сделаны прекрасно, а результата конкурса, да, цель, ради которой мы все это затеяли, достигнута, например, не была. Да, совершенно верно. Или наоборот. Мы хотели разбудить инициативу, и, может быть, у нас там не очень суперски сделаны проекты, но зато инициативные люди у нас готовы там дальше продолжать, учиться, да, и вовлеклось как раз много новичков, и проекты потому и оказались, может быть, не суперэффективны, прекрасно сделаны, потому что вовлеклось много новых людей, но вот результат конкурса как раз оказался достигнутым. Именно инициативу мы разбудили, и дальше уже наша задача. Да, совершенно верно. И мне кажется, что это очень, это очень-очень важно. Поэтому все зависит от цели вашего конкурса и от тех результатов, которые вы хотите получить. Правильно ли я поняла, что если цель конкурса была не поставлена, то можно ничего и не оценивать? Ну, я бы все-таки решила, что надо бы оценить, лучше реконструировать и все-таки понять, что вы вообще задумывали этим конкурсом, и реконструировать, как бы прийти к тому, к пониманию того, что какую цель вы хотя бы внутренне имели в виду. Вот. И тогда вам, конечно, будет в любом случае проще оценить и провести оценку результатов конкурса. Я считаю, что оценку результатов конкурса всегда нужно проводить. И я говорю, можно это проводить внутренними силами, на основе, используя очень часто те материалы, которые были в мониторинге, накопленные какие-то знания. Может быть, достаточно было бы провести пару-тройку еще действий дополнительных, но оценку конкурса вы должны обязательно проводить, иначе просто... Иначе невозможно стартовать следующий цикл. Непонятно, в каком месте мы находимся. Ну, нет, но иногда, наверное, бывает ситуация, когда у вас есть... Олент, там вот в чате есть еще вопрос от участников к вашей картине, где там находится контроль между мониторингом, оценкой. Нельзя ли поменять местами получение новых зданий и контроль? Или не стоит? Нет, не стоит. Я считаю, что, конечно, как раз оценка ближе именно к получению новых знаний. Еще раз повторюсь, не воспринимайте оценку как дамоков меч. Оценка – это для того, чтобы вы потом могли принимать управленческие решения. Если вы действительно не будете принимать решения, то, ну, можете тогда оценку не проводить. И оценку конкурса тогда тоже не проводить. Если вот это вам вообще незачем, да, то, в общем, честно говоря, ну, а зачем затеваться? А вдруг правда получится совсем не то, что ожидается? Ну, никак. Мне кажется, это холодный душ такой, а получил-то что-то другое совсем. Да, да. Построили башню, построили корабль, например, и он как поплыл, так это же сейчас. Ну, с другой стороны, можно понять, что у тебя корабли, тогда уже башню запланировать на следующий раз, но и кораблик не упустить. Ну, и, значит, канал прорыть, чтобы по нему плавать, а то, может быть, мы тут и не находимся. Лен, а еще один вопрос. Вы говорили и про внутреннюю, и про внешнюю оценку, и про привлечение экспертов. Все-таки вот этих вот экспертов-оценщиков внешних, где же их ловить, кроме того, что вот читать правильные материалы на обозначенных вами сайтах, за что отдельно спасибо? Где брать-то? Ну, во-первых, я говорю, что если вам нужны оценщики, можете, в общем, кликнуть клич в ассоциацию особ. Да, там есть определенное количество людей, которые туда входят. Это все люди, которые, ну, прошли. Понятно, что у нас не так много организаций, которые специализируются на оценке. Ну, в общем, я бы сказала, что представители и ведущие, которые сейчас здесь сидят, в общем, все не являются специалистами в оценке. Вот те, которые, в общем, присутствовали, наверное, как эксперты, то тоже... Я не могу сказать, что у оценщиков должно быть просто очень много. Просто я бы советовала приобретать эти навыки у себя в организации именно по оценке, по мониторингу для того, чтобы не только проводить эти конкурсы, но чтобы вообще, в принципе, хорошо понимать, что такое даже оценка и развивать это направление у себя в организации. Я вообще считаю, что даже если вы нанимаете независимого оценщика для того, чтобы хорошо сформулировать вопросы технического задания или вопросы оценки, конечно, вы тоже должны обладать этими знаниями. Вот за это отдельно большое спасибо, потому что иногда постановку задачи для привлекаемых специалистов мы ставим не очень качественно. И тогда непонятно, куда нам прикрутить те результаты, которые мы получаем. И это точно так же, как мы не знаем, что спрашиваем, как и сами, так и, собственно, с результатами. Ну да, потому что очень часто сталкиваются, что оцените мне эффективность конкурса. Что такое эффективность? Часто оценщики говорят, ответ готов. Готов ли твой вопрос? Да, хорошая, хорошая лоза. Спасибо, Лена, большое. Спасибо, Лена. Спасибо.